Давайте, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Начнем с вопросов, пока мы презентацию загружаем. А потом продолжим про картины. Да, мне очень понравился предыдущий доклад. Только не отключайте интристики, пожалуйста. А когда будет кап нормально работать? Define, пожалуйста, нормально работает. И что в нем не работает сейчас? Желательно define это вью-треке. Типа у меня вот это место не работает. Например, в нем будет нормальное добавление аргументов. Ну, я думаю, что лучше всего задать это разработчику Капта. Ну, в смысле, что как-то вопрос такой провокационный. А когда вообще вы все пофиксите? Потом. Хорошо, давайте переформулирую. Насколько активно ведется разработка Капта? Нет, почему? Капта — это наша разработка, да. Ну, в смысле, что она идет, у нас есть специальная… В смысле, Android команда, по крайней мере, она отслеживает то, что как бы реквести, который приходит. Вот, я думаю, что будет более активно. Вот, но вы… Ну, в смысле, что такие вопросы желательно с issue в трекере спрашивать. Спасибо. И с тредом на тему того, почему мы не можем это сделать сейчас и что-нибудь такое. Да. Нет, это предыдущая. Там второй файли, рядом файлик должен быть. Вот этот, да? Да-да-да, вот этот вот. Вопрос на самом деле достаточно дурной. Я сильно заморачиваюсь там по сборке АОСП и тому подобного. Я внезапно решил начать писать туда на Котлине. Как бы мне его так при помощи мейк-файла взять и собрать? Кстати, можешь ответить на этот вопрос? С Грэдлом понятно. Из тех, кто имеет опыт в написании на Котлине. То есть может помочь человеку? Я не уверена, что я могу помочь как бы странным людям. Ну, когда я собираю сам себе прошивку, я не могу использовать Грэдл. Прости. Ладно, видимо, это… Это тоже для кулуаров, я понял. И переходим в кулуар, вот это вот обсуждение. Ты можешь сказать, что в мейк-файле, если вызовешь его сторонним скриптом, там туда-сюда, Грэдл и так далее. Так можно сделать. Просто будет странно. Еще вопросы какие-нибудь? Да, там. Бегу-бегу. У меня сегодня провокационные вопросы снова как бы. Вот есть кнопка конверта Java to Kotlin, допустим. Возьмем какой-нибудь пессимистичный вариант, допустим, что там JetBrains еще останется, да, а Kotlin загнется, ну, грубо говоря. Мы здесь все подсели на Kotlin, да. И вот вопрос. Так, я предлагаю дальше уже. Когда появится кнопка конверт Kotlin to Java и появится вообще. Как бы на этот вопрос, ну, как бы если мы общаемся с нормальным человеком, мы спрашиваем, а зачем она вам? Нет, ну, нормальный в принципе… То есть просто вы предвидите вот эту смерть JetBrains, смерть Kotlin. Собираетесь устроить какую-нибудь классическую акцию против Kotlin? Нет, ну, в принципе, есть практический пример, допустим, да, то, что человек спрашивал про КАПТ. Допустим, даггер-модули долгое время там не заводились, КАПТ, грубо говоря. Я написал, проверил даггер-модуль на Kotlin, соответственно, что-то сломалось, мне нужно перевести его в Java по-быстрому. Почему нет такой кнопки? Потому что она используется бесконечно редко и столько… Ну, в смысле, что вы всегда можете сделать так. Вы можете декомпилировать байт-код, получить какую-то Java и использовать это все. То есть у вас есть вот такой способ. И это не так плохо на самом деле. Ну, то есть там же байт-код будет тривиальный, понятный, и он декомпилируется нормально. Почти нормальную Java. Да и вообще можно байт-код нормально писать. Кнопка декомпилировать, потому что не надо использовать эту кнопку. Если есть странные люди, которые хотят страны действия, они всегда будут как-то сделать. Не надо делать кнопку. Ладно, давайте тогда приступим к докладу. Фонит? Да. И мешает. Хорошо. Вы тогда мне рассказывайте, если я ухожу в какое-то место, где меня плохо слышно или еще что-то такое. Вот. Значит, как я понимаю, большинство все-таки не читало про карутины. И этот доклад скорее в основном такое введение в то, что это такое, зачем это надо. И сейчас у нас есть довольно, как мне кажется, хорошая документация на сайте с туториалом пошаговым, как это все использовать. Поэтому моя задача это скорее мотивировать вас туда пойти, почитать, разобраться. А я просто делюсь такой общей идеей, общей таким высокоуровнем концепции, а почему это вообще важно. То есть если вначале я пыталась рассказать, почему важен вообще Kotlin, то сейчас моя цель — рассказать, почему важна вот конкретно вот эта фича карутины, и почему она самая главная в нашем последнем релизе, и почему она претендует на то, чтобы что-то поменять. Вот. Ну, начнем. Про что это вообще история? Это история про синхронные вычисления. И у нас есть какая-то очень классическая задача. Мы делаем какое-то действие, и потом мы должны как-то… Сережка бьет? Сейчас. Другая. Ну, я же не могу в одной сережке, да? Я уже начала ее снимать. Вот. Значит, классическая задача у нас есть какое-то действие, оно может занять много времени, мы хотим как-то на него отреагировать. Если мы напишем это в таком виде, это плохо, потому что это дорогостоящее действие, мы блокируем поток, и наши пользователи видят, все, мы заблокировали, ничего не можем сделать. Как эту проблему можно решать сейчас? Можно написать callback, который говорит, что окей, у нас есть какое-то синхронное вычисление, когда оно закончится, сделайте то, что вы хотите с ним сделать. Ну, там, в случае андроида мы должны явно указать, что мы дальше делаем на UI-трейде, там еще что-то, какие-то комментарии, походу. Ну, то есть, хорошо, здесь могут быть еще какие-то проблемы, да, но здесь мы демонстрируем, так скажем, высокоуровневые идеи, что мы сейчас не смотрим деталь там обработки шибок, еще что-то. Мы просто говорим, окей, есть callback на очень примитивном уровне, вот именно в виде идеи. И у этой же задачи есть решение, которое на самом деле уже давно используется в C-шарпе и вполне популярно там. Это решение называется async await. Вначале немножко про то, что такое async await, и потом про то, приходим про то, что такое крутина и как это связано с async await. Что мы делаем? Мы пишем вот этот вот код точно так же, как мы писали его в первой версии. То есть, ну, с одной стороны у нас есть как бы такое движение в сторону функционального подхода к тому, что давайте мы программировать на Rx и последовательно говорить, что у нас есть обзоровал, потому что мы с ним делаем, и говорить, передавать ему каждое действие последовательно. Вот. В каком-то смысле async await — это такой уход назад к классическому императивному подходу, который по большому счету для большого количества простых задач будет более понятным большому количеству людей. То есть мы не хотим как бы навязывать какую-то парадигму в этом месте, мы не говорим, нет, давайте писать так, мы говорим, что вот, смотрите, так тоже можно. Еще раз, что происходит? Мы пишем код точно так же, как и писали в случае с блокировкой, но сейчас почему-то код обеспечивает нам то, что тред не блокируется, а как-то все мистическим образом работает. То есть здесь происходят асинхронные вычисления, оно здесь начинается, в этом месте каким-то образом, мы обсудим, каким-то образом вычисление останавливается, дожидается, пока вот эта штука закончится и продолжается. То есть основная идея — раньше у нас был callback, теперь у нас стал так называемый continuation. То есть раньше мы… то есть не раньше, а сейчас один способ — это писать с callback. Если у нас нет Rx Java или нету Computable Future с 8-й Java, и которые добавляют нам кучу хороших методов, как, ну, в смысле, вот это API, как связывать разные действия, как там еще что делать, и мы вообще страдаем, потому что у нас callback hell, и у нас куча callback, которые как-то мы должны обрабатывать, кто с кем связан. Если у нас они есть, то лучше, но все равно мы можем это писать еще более прямолинейно. То есть, в принципе, на этом основная идея, зачем крутины, заканчивается. То есть очень просто. Мы хотим писать неблокирующий код так, как будто бы он блокирующий код. А теперь мы обсудим… А, ну, еще я хотела привести пример C-шарпа, просто для иллюстрации того, что оно… ну, это просто та же идея. То есть в C-шарпе asyncVate — это ключевые слова, то есть в данном случае мы тоже говорим асинхронное… Давайте заведем функцию, которая будет выполнять эту операцию асинхронно. Этот асинк говорит, что мы выполняем операцию асинхронно. После этого у нас есть… используем ключевое слово wait, которое говорит, вот в этом месте мы остановим вычисление и дождемся этого… этой операции. Эти ключевые слова встроены в C-шарп. У нас это реализовано через немножко общий подход, но на уровне использования, в тот момент, когда вы используете, это просто та же самая идея. То есть вы можете начать какое-то асинхронное вычисление и в императивном стиле его подождать. Да, то есть здесь немножко другие ключевые слова. Async на самом деле у нас не ключевое слово для объявления функций. Вы можете объявлять много разных функций, которые принимают специального вида лямбду, и внутри этой лямбды вы можете вызывать функции типа await, которые тоже объявлены как те, которые могут останавливаться в вычислении. Как? Теперь немножко про то, как это работает, немножко про магию в картинках. Вот. То есть я попробовала нарисовать картинки на уровне потоков и на уровне коррутин, и что значит, что мы откладываем это вычисление. То есть, возможно, они покажутся какими-то довольно тривиальными и просто иллюстрирующими фразу корутина это вычисление, которое можно остановить. Но с другой стороны, после того, как вы понимаете основную эту идею, дальше вы идете и читаете кучу примеров с уже пониманием того, что здесь спрятано. Так вот, что у нас? Какая у нас задача? У нас задача просто… А, да, сейчас давайте немножко уйдем от нашего даже асинковейта. Просто поговорим про синхронные вычисления. Какая-то самая простая идея, как можно было бы делать синхронные вычисления. И, собственно, это то, что было изначально. Давайте мы на каждое вычисление будем создавать свой поток. Мне кажется, так было, когда начиналось Java, и потом быстро поняли, что это неэффективно. Слишком дорого, потому что поток — это дорогостоящая штука. Поток занимает много места, потому что у него там хранит много данных. И просто так создавать кучу потоков ни к чему хорошему не переведет. И сейчас, если вы читаете документацию про тому, как писать синхронные вычисления, чаще всего говорить все-таки так не делайте. Используйте какие-нибудь экзекьюторы. Что такое экзекьютор в картинках? Это когда мы фиксируем количество потоков. Ну, там может быть какая-то константа, может быть в зависимости от вашей системы, может быть оно может динамически меняться. То есть здесь фиксирование не то, что это точная константа, а просто что для нашей системы мы определяем какое-то количество потоков, которые идут. И мы туда на эти потоки набрасываем задачи. Вот. И, в принципе, экзекьюторы, как я понимаю, в Java, в 6-й, 7-й Java были, но они не прижились, потому что… Ну, то есть не то, что не прижились, но, по крайней мере, там с этими экзекьюторами проблема, что очень сложно следить за зависимостью, какое вычисление от кого зависит. И когда у вас есть Rx, и когда у вас есть competitive futures, возможности прописать явно после этого вычисления, выполнение этого вычисления, все становится гораздо проще. То есть если у нас просто есть штука, которая умеет только выполнять ваши runable, то это нам дает не так много, как нам бы хотелось. Вот. Но, в общем, здесь основная идея, что раньше были потоки, потоки плохо, а теперь мы точно хотим использовать какое-то фиксированное количество потоков и накидывать туда вычисления. Вот. Теперь картинка, которая пытается донести мысль к рутина — это легковесный поток. Ну, то есть в английском это lightweight thread, это мой вольный перевод, но, возможно, он примерно отражает мысль. То есть мы говорим, что теперь вместо… То есть раньше мы на потоке могли накидывать только вычисления, которые вот взялось, как бы началось и закончилось. А если мы хотим что-то после него, то мы должны были накидывать другое вычисление. То есть вот в этой истории, вот если мы хотим одно за другим выполнить, то мы должны в своем коде создать, ну, вот как в Rx вы делаете, вы создаете одну, там один callback, после этого пишете… Там в Rx это какая будет функция там? Ну, в смысле, в смысле, что после этого, да, вы создаете другое вычисление, которое накидывается после этого, выполняется, когда это закончится. Вот. Соответственно, к рутина позволяет этого избежать и позволяет отложить существующее вычисление. То есть на нашей картинке это выглядит как-то так. Вот. Ну, просто взяли, закинули картину на поток, и в какой-то момент мы можем взять и это вычисление с этого потока отложить и подержать в том состоянии, в котором оно остановилось. А когда оно понадобилось нам, вернуть его обратно. Вот. Теперь, собственно, к тому, зачем нам это надо, и к асинковейту. Вот просто здесь какие-нибудь… Что все так на меня смотрят с подозрением таким огромным. Поток будет тот же самый? Зависит от. Ну, в смысле, он может быть другой, он может быть тот же самый. То есть если вам нужен юайный, то вы явно специфитируете, что вам нужен юайный. Если нет, то по дефолту другой. Тредлокалы плывут. Тредлокалы, да. Вы в карутинах, вы не пользуетесь тридлоками. У вас есть стейт карутины, и вы пользуетесь этим стейтом карутины. Вот. Да, зачем это нам нужно? То есть теперь у нас появилась следующая концепция в голове. У нас появилась концепция специальной suspend-функции, которая объявлена вот этим словом suspend. И вы, когда, я надеюсь, сейчас все пойдете читать документацию про крутины, вот, и вы увидите там в реализации какие-то suspend-функции, у вас сразу есть ассоциация, что это, окей, это просто вычисление, которое мы можем таким образом отложить. То есть ничего сложного. Ну, там какая-то магия, конечно, есть в компиляторе, но по сути это вот функция, которая умеет себя откладывать. Опять, почему это важно? Когда мы в самом начале написали код на потоке, который явно сказал, вызови мне вот, ну, вначале у нас там была одна картинка, загрузи мне картинку и потом покажи результат. Почему плохо, если мы ждем результат на одном потоке? Мы блокируем этот поток. То есть в этот момент на этом потоке ничего нельзя выполнить. И он просто висит в нашей системе. Если это в Android UI поток, то это катастрофа, потому что мы блокируем только поток на и пользователя. Если мы говорим про какой-нибудь там пул потоков в большой системе, то все равно потоки — это ценная штука, и мы не хотим просто так ими разбрасываться. Потому что если у нас огромное количество запросов от пользователей, мы хотим их все успеть обработать. Вот. То есть в принципе код был хороший, но проблема в том, что поток дорого блокировать. Так, хорошо. А сейчас? А, да. И вот немножко про то, что мы имеем с тем же Rx или с теми же комплитабл фьючерс. Мы говорим, окей, у нас есть хвост нашего вычисления, и мы должны явно его завернуть в callback, и после этого Rx нам позволит вызвать этот callback после того, как у нас закончатся два других вычисления. Ну или там одно другое вычисление. То есть и для комплитабл фьючер, и для Rx в Java есть специальные операции, которые позволят, там, например, окей, после того, как два закончились, вызови мне вот этот callback. Но мы видим, что если раньше у нас была одна функция, которая все это делала, то теперь мы вынуждены ее разделить на начало, вызов и на callback. Вот. Ну и это как бы такой стиль программирования, в котором, в принципе, хорош для большого количества задач, но иногда, возможно, слишком усложняет какие-то простые вещи. Вот. Теперь мы научились вот это вычисление взять и положить куда-то, куда-то, и потом вернуть на место. И смотрите, что мы теперь можем сделать. У нас тот же код, который был изначально с потоками, но теперь мы говорим, что мы начали, так, вот здесь мы начали это вычисление, мы запустили два, после этого мы это вычисление положили, куда-то отложили, засаспензили, после этого вернули и продолжили. И вот наш поток не блокируется. То есть мы можем явно указать, что если там нам важно вернуть это все на UI, на трейд, мы явно в куртине указываем, что верни вот на этот трейд. Если мы работаем в каком-то пуле потоков, то механизм, ну в смысле компилятор может продолжить ее на любом трейде, эту куртину. Вот. То есть на самом деле просто все вот, вот все вот эти картинки, которые я хотела рассказать, которые иллюстрируют эту простую идею. Сейчас мы можем посмотреть на тот же самый пример, который я вначале показывала уже с этими картинками в голове. Вот. И мы здесь видим, что у нас есть какая-то async. В случае Kotlin у нас объявлена функция async, которая возвращает какое-то отложенное вычисление, deferred. То есть на самом деле механизм куртин довольно мощный. И вы можете объявлять специальные функции, которые возвращают, там, completable future, функции для работы с observable тоже самое. Ну, похожий механизм. Вот. То есть в данном случае у нас возвращается deferred, и внутри deferred объявлена вот эта вот специальная умная функция suspend, которая откладывает наше вычисление. И здесь, когда мы вызываем вот здесь вот await, мы помним, что await — это suspend. И вот suspend — это как раз точка, та точка, тот момент, вызов вот этой функции, который говорит, отложи мне вот эту мою синенькое computation вот сюда. То есть вот мы здесь вызвали await, и что произошло? Вот этот вот computation в скобочках фигурных, он был синенький у нас тут, он отложился, и теперь живет тут. После того, как await вернуло, мы это заметили и вернули наш computation дальше до вычисляться. И таким образом мы решаем проблему, thread не блокируется, и мы можем писать такой же код, который был в случае, ну, в смысле, такой более прямолинейный код, но он хитрым образом работает за нас втихаря. Вот. Ну, то есть на самом деле мы можем делать какие-то прикольные штуки, потому что мы… То есть вот этот пример с запуском двух синхронных вычислений, и мы дальше в коде просто два раза говорим await на каждое вычисление, и он правильным образом все отложит, вернет, и крутина проснется, когда оба вычисления будут закончены. Да. Опять-таки посылаю вас в… А, наверное, сейчас еще, наверное, один пример расскажу. Из-за чего прыгаю. Есть такая фраза просто. Крутина для того… То есть thread — это дорогая штука, да, то есть мы знаем, что там довольно много всего нужно создать, там стайк, хранить, еще что-то такое. Крутина довольно дешевая штука, и крутина, в принципе, это один объект, который реализуется с помощью… То есть не реализуется, а один объект, представляющий себе конечный автомат по переходу из состояния в состояние. Вот. Теперь вы можете понять эту фразу. Откуда берется конечный автомат? Вот. Вот у нас было вот это вычисление, которое умело себя откладывать, и каждый wait — это состояние, которое говорит «переди меня вот в…» Ну, то есть в то, что идет дальше. То есть здесь… Ну, возможно, нужна другая картинка, ну ладно. Вот в этом месте может быть понятно, что подразумевается, почему крутина — это не такая дорогая штука. Мы можем просто реализовать, конечно, конечный автомат, который переходит из состояния. То есть каждый переход — это suspend-функция. То есть вот у нас есть suspend-функция, и это переход к следующему состоянию. Следующая suspend-функция — переход к следующему состоянию. И у нас там если пять suspend-функций в нашей крутине, то мы вот здесь пять раз ее можем откладывать и возвращать, откладывать и возвращать. И каждый раз вот эта вот штука, которая искренне, она просто меняет свое состояние на следующее. И мы довольно дешево это реализуем. Вот. Дальше, наверное, просто немножко ссылочек. И я продемонстрировала, по сути, просто sync-avate и попыталась объяснить, почему это важно, в смысле, что просто suspendить computation — это, блин, дает нам очень много возможностей. На самом деле в библиотеке довольно много всего. Там есть еще реализация похожих await-like функций для Rx. Есть, можно реализовать channels, подобным образом, как в Go, можно реализовать actors тоже с помощью вот этих вот suspending computations. И есть guide to code-inx routines by example. То есть это то, что можно почитать, и чтобы посмотреть конкретные примеры. И на самом деле человек, который к нам недавно присоединился к команде и, в общем, этим всем занимается, и вот с вотром анализаров. Поэтому если вы в какой-то момент потом захотите еще больше, не знаю, докладов или информации про то, как это зачитать, то вот гуглите его доклады. То есть они скоро появятся с объяснениями, то, как это устроено. Вот я просто не знаю. Да, в конце, наверное, немножко ссылочек просто общих, и потом еще раз вопросы, если есть. Да, ну то есть наш Kotlin. Если вы еще не писали про Kotlin, то есть, наверное, у вас меньшинство, те, кто не писал, но это вот тогда ссылка для вас. Если вы хотите изучить, вы можете пойти… У нас есть набор упражнений на то, чтобы изучить Kotlin. Называется Kotlin Cans. Можно их делать онлайн, можно их делать в WDE. Вот, соответственно, можно твитить, что вы их сделали. Вот. Еще есть книжка, которая уже готова. Ее уже даже можно купить в печатном виде. Вот. Она не покрывает вообще крутины, потому что в тот момент, когда она была закончена, никаких крутины еще были в очень начальной стадии. Они даже сейчас еще в experimental state, но при этом experimental скоро все-таки зарелизится. Ну и у нас есть Slack довольно активный. Я думаю, что многие из вас есть. Кто есть в Slack? А, ну вообще все остальные могут посмотреть, кто есть. Присоединяйтесь тоже. И всем спасибо. Обращайтесь к тому. Вот. Теперь вопросы. И вопросы. Спасибо за доклад. А как в коротинах происходит scheduling? Можно управлять трендами руками? Да, вы просто, когда запускаете коротину, вы указываете пул, в котором вы запускаете. Либо конкретно поток, либо пул. Вот. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Никита. Компания МСРМ. У меня такой вопрос по поводу… Вот возможно ли коротинами заменить Rx? То есть на самом деле в Rx ведь там основная идея не просто в асинхронном запросе, а еще в возврате состояния. То есть там упало у тебя или закончился успех. Да, сейчас я… Извиняюсь. К предыдущему вопросу. Вот я, может быть, не до конца. Вот здесь вот пример, как запустить картину в UI на Фрейде. Про ваш вопрос. У нас нет цели заменить Rx или не заменить Rx. То есть у нас есть такой механизм, который довольно мощный, который… Лично мне кажется, что лучше подходит для решения простых задач, в которых вам… Ну вот у вас есть Rx, и вы такие приходите к своей задачи. Где бы тут найти observable, чтобы с ним поработать? Вот, наверное, если вы думаете так, то асиньковейт подходит лучше. Если у вас есть более сложная задача с действительно, с какими-то observable, действительно, с тем, что вы их обрабатываете, Rx прекрасно подходит. Кроме того, карутины позволяют писать новые операторы для Rx гораздо более проще, чем… гораздо проще, чем когда вы пишете их руками просто с помощью Java или с помощью Codron. Тоже можете посмотреть примеры. Просто вот пример, да, загрузка изображения, ведь здесь какая проблема-то? У нас он может просто не загрузиться, там пропало интернет-соединение. Вот что в данном случае, вот как это обработать? Вот просто как это обработать? Ну вы тоже здесь можете вешать те же самые хендлеры или вы можете… По-моему, да, по-моему, вы просто вешаете хендлер на обработку. Вот это в случае. Ну либо… Тракетч работает? Тракетч, по-моему, тоже работает, да. Ответ на ваш вопрос. Спасибо. Ну, то есть мне кажется, что в коде оба варианта, да. Добрый вечер. Спасибо за доклады. У меня, собственно, вопрос о возможности прерывания данных операций. Да, тоже посмотрите. Там есть cancelable, карутины и… То есть вы пишете коды серии, пока нас не прервали делать вот это. Вот. Ну, то есть тоже как это в примеры и в гайд, и вот во все это. То есть как интерапт в нормальной Java, правильно? Мне кажется, мне кто-то подсказывает, да. Хотя, по-моему, там немножко по-другому. Потому что интерапты все-таки это про треды, а здесь у нас немножко другая история, но… Меня зовут Евгений Сафронов, компания BookMate. Такой момент. Есть ли какой-то Java Interrupt с коррутинами? Да, кстати, я вот могу сказать, что такое со-спенд функция. Со-спенд функция на самом деле внутри себя, где она у меня тут была объявлена, неявно принимает второй параметр continuation, но всегда передается. И, в принципе, из Java вы можете ее вызвать с вот этим вот explicit параметром, но по факту не надо так делать. То есть теоретически это возможно, но фактически скорее нет. И если у вас есть какая-то саспенд функция в вашем кодик на Kotlin, вы можете… На самом деле, совет такой. У вас есть саспенд функция, вы в Kotlin используете как саспенд функцию, а рядом пишете async-версию, которая возвращает там тот же future завернутый, и из Java используете ее как… Ну, в зависимости от того, с чем вы работаете. Вот. Спасибо. Ну, то есть как бы сенсором можно, но вот такой вариант лучше. Почему лучше? Ну, это уже такой… Короче, тоже в примеры. То есть там, на самом деле, есть разные варианты, но… Короче, почему лучше? Там довольно понятно. Нет, на самом деле, вариант явно передавать continuation, он точно какой-то очень странный, поэтому давайте так. Спасибо за доклад. Вот про потоки тоже немножко расширить вопрос, наверное. Вот тут вижу, вы говорите, что там UI-поток, какой-то один поток, а что-то более сложное, например, сходи в интернет в одном потоке, запиши в кэш в другом потоке, сложные вычисления в третьем, и там UI в четвертом. Так у нас есть… Да, UI у нас просто есть. У нас есть common pool, который как бы создает по дефолту количество потоков, которое примерно равно количеству процессоров на вашей системе, и если вы не указываете явно, то есть вы указываете дефолтную версию, типа common pool, то он будет шедулить вот в этом экзекьюторе. Ну, то есть он сам шедлюет, а вот я руками не могу задать, то есть что сделать? Вы задаете экзекьютор. Вы задаете либо поток, то есть вы посмотрите, вы задаете на себя всегда контекст, и в этом контексте вы указываете, что это либо один поток, либо это какой-то экзекьютор. То есть на самом деле вот это вот тоже вы указываете не поток, а это вы указываете экзекьютор, который говорит все вычисления запускать в UI-потоке. Да, понятно. Спасибо. У меня такой вопрос. Если я правильно понял, как именно корутины, а конкретно осинковые реализованы в вашей библиотеке, то получается, что их из UI-потока нужно применять очень осторожно. Потому что если я, к примеру, сделаю такой вызов внутри, он межу, ну условно, и Android будет ожидать, что у него завершится данный процесс, но так как мы ожидаем на выполнении синхронной операции, и мы ждем, когда нам результат вернется обратно в UI-нетред, получается, что мы так вообще можем какой-нибудь NNR получить на самом деле. И это все… Что получить? Ну, application not response, то есть… Да, ну в смысле, что вы все равно, вас никто не спасает от того, чтобы явно следить, что где вы запускаете. То есть у вас есть эти контексты, вы следите, что вот это действие вы запускаете в UI-ном контексте, вот это действие асинхронно вы запускаете в каком-то другом контексте. То есть с точки зрения Android, на самом деле, это не то же самое, если бы мы сделали callback, потому что в случае с callback, да, мы можем сказать, что вот я эту операцию отправляю куда-то… Подождите, но вы дальше пишете на callback, где ее нужно получать. Да, но я не говорю, что именно сейчас. То есть я бы поспорил на самом деле, потому что это сравнимо, если бы у меня там была фьючер, я бы вот прям фьючер гет говорил бы прям здесь, тогда да, ну в какой-то… Давайте плотнее пообщаемся в кулуарах. Хорошо, спасибо большое за доклад, было очень интересно. Ну, посмотрите просто на эти контексты, что-то можно определять, но в принципе да, то есть вы явно указываете всегда, что где и спускать. Да, 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 в этой фразе цитирую, поинт такой, нужно всегда думать. Ну вообще это странное решение, думать больно, сложно, дорого. В кулуаре, в кулуаре, да, хорошо. Последние два вопроса. Поставляем. Спасибо за доклад. Вы упомянули, что там есть какие-то неявные параметры, которые передаются… В каждую suspend функцию, да. Ну потому что suspend функция… Вот я картинка, что вы можете откладывать. А это не дорога к implicit, который там в скале? Нет, implicit — это то, что вы сами, не знаю, можете нафигащить кучу implicit, потом ваш коллега ничего не поймет. А здесь есть просто соглашение, что вот suspend функция, у нее есть такой неявный параметр вот такого типа continuation. То есть это реализация конкретной этой фичи. Вы не можете добавить сюда пять неявных параметров, там еще что-то такое сделать. Окей, спасибо. И последний вопрос. Спасибо за доклад. Максим из Авито. Вот у меня вопрос такой. Вот не совсем понятно, как работают эти корутины. Короче, сначала, да. Но мне нравится. Ну вот, к примеру, используем вот для загрузки списка в адаптере. Да, вот у нас биндинг идет, там карточки, например, да, и у нас там есть картинка, и они же заполняются title и description. Так вот, пошли грузить картинку, да, вот в suspend функции, а дальше как бы заполнили title и пошли дальше как бы. Она потом загрузилась, когда пользователь уже пролистнул. То есть что в этот момент происходит, когда мы вызываем suspend функцию? То есть оставшийся код, он как бы продолжает выполняться? Да, он продолжает выполняться до тех пор, пока вы не зовете away. То есть в принципе вот в этом месте, в самом начальном примере, вы могли между запуском функции и вызовом await написать, здесь, наверное, нет, потому что у меня сразу точка поставлена. В принципе, здесь вот этот вызов async возвращает какое-то deferr значение, и вы между await'ом и чем-то еще пишете кучу кода. И в этом, собственно, идея. Вы дальше делаете то, что нужно, а потом в тот момент, когда она все-таки загрузится, вы дальше используете результаты. Понятно. А после я могу писать код? Await. Так смотрите, после… да, await – это просто точка, в которую она откладывается. Код после await'а будет выполнен после того, как await'а учится. Он будет ждать, получается. Да, то есть весь код после await'а ждет. Все правильно. В этом идея, что вы тот код, который должен подождать, который зависит от результата, ставите после, а код, который не должен подождать, ставите до. Но просто делайте это в одном методе, а не с разными callback'ами. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, теперь пора нам выбрать лучшего докладчика, и мы придумаем приз. Лучшего докладчика? Вы уверены? Ну, лучше докладчика мы уже выбрали между собой, да. Лучший вопрос, да. А спросите что-нибудь, я все забыла. Поднимите руку тот, кто задал лучший вопрос. А какой был вопрос? Самые скромные. Сейчас будет голосование, мне кажется, знаете, как в что, где, когда. О, да, давайте проголосуем. Да, давайте. Давайте номинанты, поднимите руки. Итак, первый вопрос был про что? Надо подумать, что будет. Так мы должны дальше голосовать как-то там. Ну да, давайте похлопим. Нет, сначала мы спойм вопросы. Дальше похлопим за этот вопрос, подожди, иначе будет непонятно. Так. Ну да, не очень. Следующий. Ваш вопрос. Так, похлопаем. Слушайте, а у нас футболки закончились, да? Да. То есть мы все команды, да? Нету футболки. Мы пока их шьем. Откуда взялась перформанс? И еще вопросы. У меня за то, что всегда думать, помните, да? Да, кстати, кто за то, что всегда думать? Я думаю, дальше можно не голосовать. Хорошее завершение. Выбираем думать. Ну да, спасибо. Спасибо большое, Светлана. Спасибо. До свидания.